Девушки отдыхают Приступим как раз к этому процессу Итак, Весемир Йенефер в Изиме У меня там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг Сейчас скандал будет А, это вечная игра ножом между пальцами Детская игра на слабо что-то А у тебя слабо ножом между пальцами? А у меня не слабо, раз и кровища пошла Детство глаштанное Так Давайте-ка посмотрим Это еще кто такие? Патриоты Седьмую чарку пьют за Тимерию Их уже кулаки чешутся Не удивлен Нелегардов я тут не вижу Они врага найдут Куплю сейчас провизии и поедем Да, я думаю, а то мы с вами будем в мишени Вер, давай не вмешиваться Хоть в этот раз Ну посмотрим Постараемся, конечно Да, хозяйка Что случилось со щитом? А, это, который она сняла Сняла Да Может, что золотой зону с повесишь? Нельзя тут не мерзкий герб вешать Они придут и корчему спалят Ну действительно, ребята Думать-то надо Может, правда люди говорят, что ты Да Продалась Ниггальцем Типа Ну, как так можно? Ну, пьяный, конечно Я твои слова забуду Тебе скорбься Хрели, это что я понимаю Сестру мы повесили Вытащили на двор перед мастырем Как с собакой Сказали в них гардии Вместо предрассудков Что они гнева божьи не боятся А ты не боишься? Ребята, никогда не напивайтесь, а? Если бы Аннулька тебе в природах не помогала Дитё бы тебя в поведении задохнул Спусти Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Блин, как здесь не вмешиваться, а? Вот сволочь какая! Вы знаете, этот медальон любит. Знаете, что он означает? Отойдите. Ты цела? Ну, пипец. Вот ведь маки деток воруют. Правда. Что вам император обещал выродкой землицы, как альфин в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Но окей, они уже не отступят. Вижу. Да. Ай... Чтоб вас всех. Ничего, все кончилось. Оставь меня, не подходи. Тебе, между прочим, тоже надо башку отрубить. Или хотя бы приложить об стол или об стул как следует. Лицо-то не убого. Уходите. И не возвращайтесь. Ну вот и все, не вмешательство. Пойдем. Пойдем. Ну, я не знаю. Я считаю, что мы поступили, скажем, правильно. Ну, конечно, резать их, пожалуй, не надо было. Не мы это начали. О! Да ладно. Сплошные отговорки. Ты, как всегда. О, кого искали. Енифер, но... Как? Я получила донесение, что в Белом Саду появился ведьмак. И я знала, что это ты, что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но, ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Герлетт. Я бы тебя обняла, только... Ты весь в крови. А, прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без Нильгардского эскорта. Енифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но, мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но в Изиме. Седлайте коней. Седлайте коней. Последние шесть месяцев я провел с Седлей. Я не видел тебя года два. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать, не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей Белое Пламя, пляшущее на курганах. Врагов. Отличное прозвище для друзей, чтобы друзьям сложнее было. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. Ну, а теперь он хочет сделать тебе предложение. Это не то, что вы подумали, ребят. И числа тех, от которых нельзя отказаться. Я не отказалась. Хотя могла бы. И что же он тебе предложил? Должно быть, ты получил у Чердовских хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. А ты? Я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Кэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. Увидимся. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь. А почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие дорогие городские стены. Так быстро, как только возможно. Как-то тут у нас с вами сразу забылась наша драка и резня. Да, бывает весь мир. Надеюсь, еще увидимся. Но я думаю, что на самом деле все правильно сделали. И... Ребят, никогда не напивайтесь в стельку. Да, вот я понимаю, что у всех эмоций все, но их надо контролировать. А под алкоголем это как раз не особо получается. И так избить хозяйку там со своих эмоций каком-то, не знаю, в каком-то гербе снято. Неосторожно и неразумно. Да понятно, понятно, что ты ее осматриваешь. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я знаю, сон был неприличный. Только сначала. А потом? Что? Это что за... Так, что-то мне это знакомо. Голубам, гони. Валим. Валим довольно быстро. Перебесь. Ух ты. Кто это вообще? Это те самые, которые уже цирь похитили. Если неправильно. Опять. Или убили, а так же не понял, что это было. Это же пипец-то. Убрать. О, нормально. Умница. Убрать. 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 Оторвались. Это же... Йеннифер, откуда они... Поговорим об этом завтра, хорошо? После аудиенции. Ну ладно. Я думаю, нам стоит многое узнать. В поисках Йеннифер своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казал, что чародейка переезжает ведьмакалешь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нелегардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Визиме. Так, ну все, да, это у нас с вами закончилось. О, Визима столица, оккупируйте мере день спустя. О, ну, отдых, что называется, для боевого вояки, да? О, а че бы и нет. Платишь денежки, и с тобой делаю все, что ты захочешь. Ну, а, собственно, нормально все. Что вы пялитесь? Сучаться надо. Ну, отдыхает человек. Ну, шо, у него был тяжелый день. Хм, пожалуй, достаточно. А, это ему сделали специально, за деньги, например. Думаешь, императору важен не слишком ли длинные у меня усы? Милость этого государя, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Да иди-ка ты. Ваша милость, присядьте на этот бержер. Куда? На этот стул. Молодец. Называюсь еще и своими именами, наконец-то. Катвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. О, парикмахерская. Ну, в принципе, да, мы с вами обросли уже, выглядим довольно старо. Я думаю, надо побриться. А вообще, что тебе не нравится, какая-то. Шо, это не так с моей дорогой? С моей вородой. Я думаю, она добавляет моей серьезности. Но лишает вас элегантности. В ней в гарде борода не приветствуется, особенно если в ней завелись фши. Какой невежливый засранец. Ну ладно. Фиг с тобой, золотая рыбка. Хотя твоя щетина выглядит не лучше. Я долго был в дороге. А, неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Хорошо. Надо так надо. Хотя, конечно, уж мы все равно с вами приперлись к этому императору. Как подготовка аудиенции? Все по плану? Я думаю, без Йеннифера мы с вами сюда не попали. Да, ваше пресхолистое, у нас предстанет в более или менее презентабельном виде. А ты кто такой? Очередной цирюльник? Нет. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Мои люди сопровождают Йеннифер. Как интересно. Точнее, сопровождали. Ни один из них не вернулся в Визиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? В конце концов, у тебя есть немного битва. А, немного времени. А на горле бритва. Это что, угроза, что ли, такая? Интересно, стоит ли нам рассказывать что-то конкретное? Давайте что-нибудь неконкретное скажем. Твои люди погибли в бою, как подобает солдата. Я вижу, что они слишком озабочены их судьбой. Верно. Готов поспорить, что и они слишком заботились о судьбе людей, на чью страну напали. Нордлинги. Вас можно умыть, подстричь и одеть, но научить манерам это будет непросто. Каким могут быть манеры у завоеванных людей? Ты вообще о чем, друг? Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Повредить вас еще раз, против роста волос? Нет. Этого лучше против шерсти не гладить. Прощай, ведьмак. Или скорее, до свидания. Ладно, ладно. Превосходно. Теперь, ваше милость, извольте одеться. Ну, тут соглашусь. Ну вот, нормально, хоть по малому же стало выглядеть, а то, как это старик прям. Спасибо, мол, поблагодарил. Хоть бы мылость-мылось, что ли. Так пойдешь, чурик. К сожалению, у меня не было точных размеров, ваше милость, и если вы удержать, партной внесет поправки. Черный, черный, черный. А где моя одежда, на самом деле? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Ну ладно, вы получите ее после аудиенции. Чистой и накрахмаленной. Ваша милость, дайте знать, когда выберете одежду. Мне не нужна накрахмаленная одежда, мне нужна боевая одежда. Одеться и подготовить, и поговорить с камергером. Да. Кстати, нормально, так у нас спина-то изрезана. Пипец какой-то. Ну, в принципе, еще бы. Мы с вами уже видели эту спину. И явно, что товарищ в боях побывал не один раз. Ну, в принципе, неудивительно. Так, что тут можно все брать-то? Я думаю, это как-то можно. Ну, сувенирчики, собственно, из... О, меч колдуний. Ну, это, к сожалению, не меч, а книжечка какая-то. Давайте-ка все здесь посмотрим. Сувенирчики надо обязательно стырить. Когда мы сейчас с вами здесь окажемся? Сувенирчики надо стырить. Так, ну что, все, да? Большой выбор одежды, собственно. Что бы надеть-то? Блин, ну это вообще как женское платье выглядит. Что-то надо мужское надеть, нормальное, чтобы выглядел нормально. Давайте вот это наденем. Фиг его знает. Элегантный дублет придворного. Туфли. Господи. В принципе, какой это век-то? 17-18. А, они все одинаковые. 17-18 век. Так что... Все, в принципе, нормально. Ах, ладно, давайте одеваться, что уж нужно. О, в полотежке. Давайте оденемся. Ну, ладно, сойдет. Все равно скоро снимем. И наденем нормальную боевую одежду, а не это что-то непонятное. Так, ладно. Ведьмаку вообще такое не идет, собственно. Ну что? Черное кольцо вашей милости. Спасибо. Ваша милость. Вы доволен костюмом? Нет. Если честно. Боевое должно быть что-то. Я подовольен стеганым дублетом и мечом за спиной. Ну, что делать с волками жить? Согласен. Простите. Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. Ваша милость и достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Еще что? Вообще-то он нас позвал, чтобы что-то предложить, а не чтобы мы тут перед ним раскланивались. Ну ладно, может быть, это на сюжет как-то повлияет. Давайте. Ну давай, убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, глава склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Капец какой-то. Как тут было-то? Левую ногу вперед, правую руку на грудь. По-моему, так. Или правую... Так, левой рукой он делал взмах. Значит, правую на грудь, значит, вариант 2. Левую ногу вперед, правую ногу на грудь. Что ж, подвержение не доставит плавность и грации, но арт Нордлинга обычно ожидает меньшего. От жителей севера, я так понимаю, да? Нордлинг. Ну, запомним, левую ногу вперед, короче. Правую на грудь. Левую взмахнуть. Подбородок нагнуть. Капец какой. Комператор вашей милости будет обращаться только к боевоявному соизволению, соответствующему его... Ваше архивеликолепие. Вижу ваше милость-настояние шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Замок такой убедительный. Достаточно ваше величество, сказанное громко, величественно и с почтением. Не старый, а седой. Эй, будь здоров. Да, ты тоже. Да, ваше архивеликолепие. Да, чувствую мир в порядке. Я ожидал более большого кабинета. Склонись перед его императорским величеством, белым пламенем, пляшущим на руках на круганах врагов, эмгюрем, бар, эмрейсом. Эмир, бар, эмрейс. Нормально такое у тебя, конечно, поклон. Ладно, ладно, пришли так. Придется. Нечего с конфликтов начинать. Император. Согласно вашему желанию, все, кроме Ведьмака, прочь. Наконец-то. То есть эти церемонии как-то не по делу. Я думал, ты мне перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у Коммергера были неприятности. Он нормальный мужик. Полагаю, это вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать до старой доброй времена. Значит, молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. А, это его дочь. И она в опасности, за ней гонится дикая охота. Это его дочь. Я думал, это дочь Ведьмака. Это дочь его. О, найди ее и приведи ко мне. Так, ну дикая охота, ребят, я уже более-менее разузнал, что это такое. И один из подписчиков, опять же, мне рассказал, за что, опять же, спасибо. То есть это, насколько я понял, призраки, которые, соответственно, творят анархию и гоняются, охотятся, соответственно, за личностями некоторыми. Но поводы для охоты пока что мне непонятны. То есть они не не нечисть истребляют, а вот каких-то таких вот особых личностей. То есть вроде там Ведьмака нашего пытаются за ним охотиться. Да, Йеннифер, Цириллу, Цири. Девчонку эту, которую мы с вами в самом начале тренировали во сне. Вот. Но откуда они взялись эти призраки? Что ими движет, мне пока непонятно. Ну, я думаю, узнаем по сюжету. Ну что ж, ладно. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч? 30? Почему я? Ты сам знаешь, потому что она тебе верит. Ну да. Да, верит. Только, скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Пока мы ее тренировали и воспитывали. Дело в интересах государства. Как всегда. Ну, разумеется. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Не обязательно. Не все продается и покупается. Оставь свою чадность для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют, только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция закончена. Мерид! Проводи его к чародейке. Да. Заметили, ребят, какая на портрете Цири была хмурая? Прошу держаться в рамках приличия, ибо вы дворцы много почетных гостей, которых ваша милость презирает. Не должны беспокоить. Нет, презирает. Вы правильно все сказали. Какие латы закованные у людей. Салют, ребята. Что-то у нас с вами происходит вообще. Ээээ... Привет. Дворянин. Что тут делается? А, ну типа что-то типа ремонтируют, да, я так понимаю? Да, ну работают, в общем. Ну пусть работают. Но вообще, конечно, помещение такое... Убедительное. Крепкое. Способное выдержать нападение, конечно. Это понятно. Ну и как бы... В духе того столетия. Ну ладно. Пойдемте за Кемергером. Ни с кем не будем общаться. В общем, нам тут с вами, наверное, нечего ловить. Послы вернулись из навигарда? Да, ни с чем. Советники и магистраты приостановили, что город останется независимым и нейтральным. А ладно, пусть размышляют. Вот стражник. Против всяких стражат, я думаю, будет сложновато. А Турак, кстати, можно пойти? Нет, но судя по карте, нельзя. Даже нас с вами не пустят, да. Ну-ка, пойдемте все-таки за Кемергером. Не будем тогда отвлекаться. О, даже честь отдали. Молодцы. Правда, не сказали всю Кемергеру, а не нам. Сад. Красивый такой сад. Ерево, которое растет в камне. Как они это сделали? Травки. Травки можно собрать? Можно. Давайте соберем. Может, какие-нибудь есть интересные травки? А, нет, Белый Мирт опять то же самое. А с вами этого Белого Мирта. Офицер. Так. Ну, красивый сад, кстати. Хорошо все так сделано. Ну, и стены дворца, естественно. Замк, точнее, тоже красиво выглядит. Ну, еще бы. Ваш милос, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. А че, мне... Я вроде все закончил. Или мне что-то еще нужно сделать? Писарь. Так. Ладно. Давайте порыскаем. Что им здесь есть вообще? Это еще что такое? Что-то странное. Ладно. Ладно. Ну, лазить тут, наверное, нигде не будем. Я не думаю, что здесь что-то интересное. А, Йеннифер же. Ну, конечно. Ну, конечно. Геральт, в этом дубле ты потрясающе выглядишь. Да ладно. Я жду, не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценил это как предложение. И, может быть, даже воспользовался бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Эмгера? Пока еще, честно говоря, нет. А, из-за Цири? Типа. И похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Нет, не ошибка. Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Она не ведьмачка же. Она не претерпевала видачих мутаций, насколько я помню. Шот меня. Она и правда выросла. Внезапно. Люди растут со временем. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Да уж, есть такое. Многое изменилось. Догадываюсь. А вот ты не чури. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай срочем все на Цири, хорошо? Там Гэр говорил, что я преследую дикую охоту. Мне было тяжело в это поверить, если бы не вчерашние. Как они нас учуяли? Из-за меня, понимаешь? Я ищу Цири уже много месяцев. Закляния локализации, некромантия, геомантия и тому подобное. Я знал, что река охота может это почувствовать, найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Не получилось, походу. Что ж, не получилось. Ага, согласен. Ты читаешь наши мысли, дружище. Угу, с некоторых пола я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты, солдаты Эмгвера, они бы добили своего. Не знаю, чем закончить следующая такая встреча, и не могу рисковать. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросите о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен найти ее, Геральт. Прежде чем это сделает дикая охота. А зачем они... Вот, а зачем они за ней охотятся-то вообще? Чего дикая охота может хотеть Анцири? Я бы отправил ему письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Я его известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. К какому дару? А зачем он дикая охота, об этом я и думать не хочу. Я так понимаю, значит, эти призраки и дикая охота, они охотятся за теми, у кого есть какие-то дарования в области магии. Ну, раз за Йенифера охотятся, да? В том числе. Она же маг. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велене и в Новиграде. Я оттуда начну. След Велене, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. Понятно. Корчмэн на распуте. Спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. Ладно. И все? Никакого пароля? Никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальтические представления о работе разведки. В Новиграде у нас есть только непроверенная информация, сплетни, но там тебе может помочь наша общая знакомая. Кто? Некая Трис Мерриголь. Ооо, у нее говорят уютная квартирка в доме у главного рынка. Трис. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты? Что собираешься делать? Я сейчас же отправлюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Кайр Тролли. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Да, стоит узнать. Прежде чем мы расстаемся, почему ты не появлялась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Я слышал о ВС-3 замечательная пара. Ян, я потерял память. Правда? Отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу, что все не так, как тебе кажется, или теперь я понял, как тебя люблю, я за себя не улучшаюсь. Ок, нет проблем. Пора собираться. Ну вот мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортируют тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду вверху. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, у тебя правда идет черный бархат? Ты думаешь? Может, обошусь в виде доспехи? Удачи, Ян. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока отошелся с миром по бездорожью, поговори с пословом Вар Атре. Это вон тот тип. И, Геральт, я знаю, что в руках война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Просто проверите следы и приезжай ко мне. Сыдым, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Ну... Ладно. Приедем. Наверное. Давайте-ка почитаем, кстати, о персонаже Трис Мерри Гольд. Не понял, что там сейчас было такое? Ух ты ж, нифига себе. Ополнительно впечатляет, да, впечатляет. Это было убедительно. Согласен. Карта. Давайте-ка почитаем. На самом деле, неприятная, на мой взгляд, ну, женщина, конечно, уже там, да. Неприятная. Потому что какая-то она из разряда эмансипированных, что ли, как это сейчас называется, там, женщины, которые прям такие гордые все. Не знаю. А, не знаю, в общем, мне нравятся гораздо более мягкие девушки, которые не податливые, как могли некоторые подумать из вас, ребята, а мягкие, нормальные, с мягким характером. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Это портрет Цири, насколько я понимаю. Ну, рисунок, конечно, не портрет, а рисунок. Красивый. А шрам отлично зажил, да, у нее же, по-моему, был шрамик какой-то, да? Так, что у нас тут с вами? Письмо к Йеннифир. У нас же с вами вроде было письмо. Че это нельзя сделать? А если я хочу? О, в рюкзак нельзя заглянуть, надо же. Ну ладно, че ж теперь. Я хотел просто письмо-то прочитать. Ладно, тут, значит, ничего интересного нет. Давайте получим снаряжение от Камергера. Эй, дружище. Чем я могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату, платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Дружище. Угу, покорнейше благодарю. Ты бы знал, где мы и в каких местах бываем. Император не славится терпением, он хочет видеть свою дочь живой и здоровой. Как можно, скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорит. Я говорил, прощай. Так, ну, это у нас с вами здесь лежит уже. Мечи, естественно. Какой у нас с вами хороший был меч? Меч из Дориана. Да. И, естественно, серебряный меч. Куда же без него? Потому что против монстров он нам с вами по-любому понадобится. Ну, вот теперь уже и выглядим нормально. Как воин. А не как какой-то там, я не знаю, вылезанный придворный. И сражаться можем в случае чего. Ну, что ж, отлично, друзья. Кстати, еще такой момент. Смотрите-ка. У нас с вами есть, вот только что заметил. У нас с вами есть 64 арена и 18 флоренов. Но при этом деньги у нас с вами 124. Это говорит о том, что... Не то, что складывать люди не умеют. Нет. Это говорит о том, что вот эти деньги, судя по всему, они имеют разную стоимость. И по факту, они... Да, то есть 64 арена, видите, если посмотреть на их стоимость продажи, грубо говоря, они составляют 64 в сумме. А флорены, один флорен стоит 3 арена. Поэтому получается, что их, если все продать, то 54 штуки. Поэтому вместе 64, 54. Хрен все равно получается. Ну, короче, то есть они имеют разную стоимость. И по факту, количество аренов и флоренов в нашем рюкзаке не означает настоящую стоимость. То есть смотреть надо всегда сюда. Настоящий, ну, что ли, набор у нас с вами денег. Так, письмо к Енифер, давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим, что тут вообще вообще, о чем речь. Это, судя по всему, от нас, что ли, письмо. Странно. Ну, ладно. Енифер, благодарю... Милая моя подруга, благодарю тебя за письмо. Прости, что не ответила на твой вызов через мегаскоп. Нет, это кто-то из женщины ей пишет, судя по всему. Но я стараюсь как можно меньше пользоваться магической связью. Никогда не знаешь, кто тебя подслушивает, не так ли? Я очень рада, что ты нашла место при дворе нашего милостивого императора. Желаю тебе успеха в поисках его дочери. Приятно знать, что планы МГРы на нее стали, так сказать, более реалистичными. Может быть, в данной ситуации станет возможен договор с ложей? В ответ на первый вопрос я со всей определенностью могу утверждать, что Цирилла не появлялась нигде к югу от Яруги. Поверь мне, я ни с чем не перепутаю ее магическую сигнатуру. С Трис я так давно не связывался. А, я давно никак не связывался. Знаю только, что дела в Новиграде становятся все более скверными. Она что-то говорила об отъезде в Кавир, но, боюсь, в нынешней политической обстановке это невозможно. Надеюсь, скоро смогу встретиться с тобой в Изиме, но сперва мне нужно закончить некоторые неприятные, но срочно дела в Бокли. С искренним приветом, Фаренгилье Вигу. Благодарю тебя за известие о Геральте. Никто не может сбить его с ног, правда? Не знаю, кто это. Ну, вот какая-то, может быть, ее подруга или что-то похоже. Так, меч колдуний. Кто такие охотники, спрашиваете? Люди, такие же, как и вы, порядочные, что ложу и грехом брезгуют, живущие в согласии с законами богов и природы, возмущенные беспрестанными кознями, ведьм, чернокнижников и нелюдей. Единственное, что нас отличает от простого люда, так это факт, что мы отважились взяться за оружие, чтобы защищать наши земли от зла, который, будь то Гангрена, их разъедает. Нет у нас командира, нет у нас ни собственных замков, ни земель. Хоть борьбу нашу и поддерживает своим золотом богобоязненный король Родавид, но не приносили мы присяги ни ему и никакому другому владыке. Служим мы только вечному огню, а слушаемся мы только собственной совести. Кто может к нам присоединиться? Каждый, кто духом честен, а телом крепок. Найти вы можете нас в любом большом городе севера. Мы дадим вам приют, пропитание и оружие. Объясним вам, как луково распознать по знаком безошибочным, таким как знамения, что в магические символы складываются, гладкая кожа у женщин, которые на свете больше 30 весен живут, или черный кот, который в хозяйстве содержится. Покажем, как защититься от ворожбы, как с помощью двемерита обуздать и укоротить магическую стихию. Обучим вас, как каленым железом вытягивать из грешников самые тайные секреты, и как им смерть причинить при помощи вечного огня. Что-то мне подсказывает, что вот это самое, вот то, что мы с вами сейчас прочитали, оно как-то напоминает и ту же самую дикую охоту. То есть эти товарищи, по-моему, занимаются тем же самым, отлавливают магов, да? Вроде бы. Так, ну ладно, друзья, вот такой вот у нас с вами уровень. 999 из 1000. Это потрясающе, ребята. Вот это как нужно делать задание, чтобы ровно... И как нужно убивать монстров, с которых тоже идет опыт, чтобы ровно набрать вот такое количество опыта. Я не понимаю, как это получается, но как-то получается вот так. Ужас. Ну что ж, друзья, достаточно такой насыщенный у нас с вами получилась сегодня серия. По большей части все это проходило вот в этом вот замечательном замке, королевском замке в Изиме, да, куда мы с вами, судя по всему, не раз еще вернемся. И у нас с вами появились несколько новых заданий. Я думаю, что мы тут с вами и поговорим, может быть, с послом, о котором нам говорили уже. Вот, возможно. Он нам с вами расскажет что-то интересное. Ну и в том числе, естественно, отправимся в Велин. Давайте, кстати, глянем на карту, что нас тут с вами может, в принципе, ждать. Да, вот у нас с вами здесь есть одно задание. Я думаю, в следующий раз мы как раз с вами именно сниму и начнем. Так что, друзья, на сегодня это все. Я надеюсь, вам продолжает нравиться наш летсплей, поэтому обязательно не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, подписывайтесь на паблик, на твиттер, пишите ваши вопросы, задавайте комментарии, постоянно путаюсь, задавайте ваши вопросы, друзья, пишите комментарии и до новых встреч на канале Deadline. До свидания.